Всем привет! В 2013 году на свет появился стандарт USB 3.1, заменив целую кипу других USB разъемов, HDMI и так далее. Вместе с ним к нам пришел и симметричный, красивый и удобный Type-C. Самое смешное то, что Type-C уже 6 лет, а мы все ждем, надеемся и думаем, ну когда уже в Samsung за 20 тысяч появится Type-C? Новый стандарт-то? Ну да, новый. И вот уже 6 лет потребители не могут никак догнать. Почему нельзя подключить по Type-C в их смартфон внешнюю видеокарту? Или почему нельзя взять кабель от Macbook 12 и подключить заряжаться Macbook 15? Здесь, кстати, отличаемся. Я и сам не знал, оказывается, они отличаются. Но в итоге потребители тупые, а производители хитрые. Так оно и есть. Все упирается в стандарты, о чем сейчас и пойдет речь, но для начала немного истории. USB появился аж в 1994 году в версии 0.7, то есть не релизной, и в 96-м представили USB 1.0. Причем выглядел он уже тогда, как сейчас, и за 20 лет, можно сказать, ничего не поменялось. Вы вообще когда-нибудь задумывались, как расшифровывается USB Universal Serial Bus? Универсальная последовательная шина? Нет, не автобус. Приемник его USB 2.0 появился в начале 2000-х и используется до сих пор. Внутри у нас все выглядит вот таким образом. Устройство порта предполагало 4 медных проводника, 2 для питания и 2 для данных. Скорость передачи данных 480 мегабит в секунду, а сила передаваемого тока не более 500 миллиампер. Именно в пору USB 2.0 появилось много и других типов USB, широко известные microUSB, которые до сих пор используются в смартфонах, камерах, powerbank, когда на дворе 2019 год, к сожалению. И следующей проблемой стала нехватка питания, поэтому у нас появился стандарт USB 3.0, который обеспечил и высокую скорость для внешних жестких дисков и как раз то самое питание. 5 дополнительных контактов, 4 из которых отведены по длине связи, пропускная способность до 5 гигабит в секунду и максимальный ток 900 миллиампер. Естественно, нам и этого стало мало, и так в 2013 году прогресс довел нас до USB 3.1, который во втором поколении получил пропускную способность до 10 гигабит в секунду, также питанием устройств с потребляемой мощностью до 100 Вт, одинаковыми коннекторами с обеих сторон провода и обратной совместимостью с предыдущими версиями стандарта посредством адаптеров. Порт USB 3.1 второго поколения упаковывается в тот самый разъем Type-C, количество контактов, которое выросло с 9 до 24, но наличие Type-C не говорит о том, что у вас есть USB 3.1, там может быть обычный USB 2.0 и USB Power Delivery там может отсутствовать, который как раз обеспечивает передачу тока в 100 Вт. Поэтому Type-C это лишь спецификация, а значит обращайте внимание на инструкцию, когда берете кабель или смартфон как раз таки с наличием USB-C. А теперь давайте разбираться, что внутри вообще может быть. Итак, вы купили кабель Type-C, что он может внутри содержать, какие протоколы и стандарты? USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 первого поколения или второго поколения, Power Delivery, DisplayPort версии 1.4 с поддержкой разрешения 8К, а не обязательно 1.4, может быть и 1.2 и так далее, HDMI версии 1.4b, MHL, Virtual Link для подключения VR комплектов, ну и конечно Thunderbolt 3. В данный момент также тестируются протоколы USB 3.2, Ethernet и PCI-Express. Только представьте, если вы сможете воткнуть видеокарту напрямую в материнскую плату под Type-C, внутри разъемы сделать вместо PCI-Express. Звучит неплохо, а уж если и питание по ним сделают, ну вообще красота получится. Отвлеклись, стандартов много, кабель может включать либо сразу все, либо какие-то, либо вообще включать только один. Допустим, вы купили кабель Type-C, грубо говоря, он плохо передает данные, то есть медленно, либо вообще не передает, только заряжает. И такое вполне может быть. Производитель сам выбирает, что ему нужно в данном кабеле. Для примера, покупаем MacBook, есть стандартный кабель Type-C с двух сторон, а передавать данные по Thunderbolt 3 он не умеет, только заряжать. Ну вот вам Apple. Поэтому еще раз говорю, будьте внимательны то, что покупаете. Это что касается портов папа. Теперь входы мама. Есть у нас MacBook 12-дюймовый, там есть Type-C. Поддерживает он USB 3.1, Power Delivery, а также DisplayPort версии 1.2. Значит, к нему можно подключить флешки, можно его зарядить и внешний монитор. Но внешнюю видеокарту или звуковуху по FireWire через переходники подключить нельзя будет. А теперь берем MacBook Pro 16, 17 или 18 годов. Там поддержка Thunderbolt 3, поэтому внешняя видеокарта будет работать. И если для использования Thunderbolt 2 нужен переходник, то Thunderbolt 3 как раз таки помещается в обычный USB-C, а он на минуточку включает в себя скорость 40 гигабит в секунду. Зачем так много? Сейчас объясню. Большая пропускная способность Thunderbolt 3 обеспечивает последовательное подключение периферии к ПК. То есть подключили вы к MacBook монитор 5k разрешением, в мониторе есть входы USB Type-C и так далее. Подключаем к нему мышку, клавиатуру, SD-карту, внешний жесткий диск и все работает. Во-вторых, большая пропускная способность, как я уже сказал, обеспечивает подключение внешних видеокарт. То есть берем обычную карту от ПК, стационарного кладем ее в специальный бокс и подключаем по Type-C к ноутбуку или даже планшету. Такое тоже не редкость. И все бы хорошо, если бы не кабель. Их много, все они на одно лицо, и какой выбрать? В случае Thunderbolt 3 кабели делятся на два типа, это пассивные и активные. Пассивные кабели развивают скорость в 40 гигабит в секунду, только при длине менее 45 сантиметров. Если больше, то довольствуйтесь 20 гигабитами в секунду, зато они всегда совместимы с периферией для стандарт USB 3.1. Активные кабели отличаются более высокой ценой и использованием трансиверов на коннекторах для обеспечения стабильной скорости на протяжении всего провода. Такой кабель при длине в два метра выдает все 40 гигабит в секунду, но в случае с подключением USB периферии ограничивает стандартом USB 2.0 с пропускной способностью 480 мегабит в секунду. Кабели с Type-C также влияют на потребляемую мощность при зарядке, причем в случае с MacBook все зависит от серийного номера. Определенная модель подходит к определенному ноутбуку. Если серийник начинается с комбинации букв и цифр C4M или FL4, то перед нами кабель на 29 или 30 ватт, если с DLC или CTC, то на 61 или 87 ватт соответственно. При использовании китайских проводов остается надеяться на добропорядочность умельцев из Поднебесной, но лучше покупать всегда оригинальное, иначе можно хорошенько попасть. На сгоревший адаптер, телефон, ноутбук и, в худшем случае, квартиру. А вы слышали о быстрой зарядке в Oppo Find X? 30 минут и 100 процентов. Представляете, какой там мощности зарядное устройство, но что самое главное, какой толщины там кабель. И если вы возьмете кабель от какого-нибудь Redmi с Type-C, воткнете в стандартное зарядное устройство от Oppo Find X, то скорее всего этот кабель расплавится, ну или просто сработают предохранители. Возвращаясь к нашим друзьям-китайцам, хочу вас предостеречь. Дешевые аксессуары покупать не стоит. Ну а что касается USB-хабов для тех же MacBook или, может быть, для ноутбуков, с Type-C не нужно брать вот такие. Возьмите с кабелем, они хотя бы не будут расшатывать разъем. И на самом деле, это еще один повод для разговоров, потому что Type-C реально расшатывается. На форуме Apple есть целая ветка. За один год или за два года на вашем MacBook может расшататься разъем, и, к сожалению, это не миф. Так что будьте аккуратнее, когда используете разъем Type-C. Почему так происходит? Потому что он не идеален. Там нет зубцов, которые удерживали бы кабель, как в microUSB, поэтому, когда вы вставляете Type-C, он может спокойно шататься. Да, он маленький, он удобный, он компактный, вставляет с любой стороной, но, к сожалению, еще раз повторюсь, он не идеальный. То есть microUSB, даже если его тоже расшатали, будет держаться в разъеме из-за зубцов. В Type-C такого, к сожалению, нет. Так что, если расшатали, используйте как есть. Было бы куда лучше, если бы Type-C имел форму Lightning, но, извините, это патент. Apple жадная, и именно из-за Apple Lightning скоро канет в лету, а Type-C останется таким, какой есть сейчас. Type-C может быть чем угодно, поэтому всегда смотрите на спецификации. Если вы купили кабель за 200 рублей, вряд ли он будет поддерживать Thunderbolt 3. Наоборот, в телефонах есть Type-C, но они не всегда поддерживают даже USB 3.0, чаще всего это USB 2.0 и обычная зарядка. Поэтому, чтобы передать фотки с телефона на компьютер, вам потребуется много времени, проще через Wi-Fi. Что касается толщины кабелей и оригинальности, всегда берите то, что делает производитель сам, просто вы можете попасть на сгоревшее устройство. Ну и наконец, в конце прошлого года мы получили iPad Pro с Type-C, а это значит, что уже в этом году мы получим iPhone и AirPods с Type-C. Это наше будущее, это неплохо, да, Type-C не идеален, но это самый удобный интерфейс из всех придуманных на сегодня. Вы с этим согласны? USB 3.1 заменив собой кучу, целую кучу, кучу, кучу и концовочка. Напишите, знали ли вы о том, что мы рассказали, есть ли у вас устройство с Type-C и что вы от него ждёте? Напишите об этом в комментариях и подписывайтесь на канал.